добрый день друзья и вот этот чесоса прикол то знаете в какой собираюсь я такая на работу муж говорит а ты куда я говорю смысле на работу вот так всего же праздник сегодня праздники смысле какой праздник 1 мая у нас правда праздник все закрыто но я знаете как китайцы как это открываясь когда над когда не надо мне во первых уже был запланирован клиент что на субботу потом как пока я его приходила клиентку ко мне другая позвонила аксан ты там случайно не на работе на работе она сейчас тогда приду я говорю приходи конечно представляете но мне все равно надо было по постирать полотенца и короче вот я вообще в этих праздниках вся запуталась кстати с праздником вас вот и вообще не понимаю какой день где нахожусь оказывается сегодня праздник а завтра все открыто будет а сегодня все закрыто короче я праздники не люблю дом сидит ческу кота а это я вот тут поработала кстати неплохо вот время провела к тому же сейчас приедет татьяна вот так виднее нас привезет мне яйца вот я там еще кусочек тортика заказала медовом я тут на днях думала сделать медовый торт и думала кому бы его сбагрить потому что целый торт мне много вот а как бы вот такую порцию как ну как не умею делать но не то что не умею ничего делать возиться и тут танюха сегодня присылают вот у меня типа тортик сделал кому надо и и конечно мне душу отведу поем так что вот сейчас у меня там достирается поедем заберем наши яйца надо их сварить и что там у меня наклейка либо краска что-то у меня есть это вчера я не посмотрела надо посмотреть но что-то есть даже если ничего нету в любом случае русский магазин сегодня открыт можно добежать и купить она еще пасточку красиво красиво привезет так что вот так вот так все уже приготовились к пасхе а я сегодня вот ну лучше поздно чем никогда тем более я знала что к чему представляете вот я лох ок ну к пасхи то почти готово смотрите какое оно мне красиво красота кусочек тортика взяла медовика у татьяны вкусняцкий смотрите вот у меня есть краска но я красить не хочу яйца кстати яйца вот домашние тут есть вот не белый не совсем белый но не важно потому что у меня вот есть три наклейки мне много есть не надо поэтому вот как раз три наклейки наклею окрасить что-то я мне не хочу красить легче отварить и просто вот наклейки прилепить а это она мужу передала гостинчик сочник вот такая вот вкусняшка смотрите у меня на работе я в воду опускала вот декабрист и он уже дал корни сейчас надо его конкретненько так пересадить но для начала для я хочу кушать у нас такой ветер вы нереально холодно ветер ледяной трынгец все летает я в кофте была вся замерзла трынгец капец в общем сейчас буду пельмени варить который вчера купила милка доним просто хочется попробовать яйца ну отварю шатан машину положу они у меня сами там отвалится так что вот такие вот дела приготовления в полном разгаре где они тут эти пельмени то черт голову сломает пельмени нифига не вижу где они есть ладно я пойду в поиск а вообще по идее после обеда всегда должно быть теплее и то есть мы должны раздеваться в нашем случае это наоборот я утром пришла в одной одежде в прохладной сейчас надела теплую утеплее потому что ветер ураган просто и такой прохладный еду на работу опять клиентка звонит и говорит ну по ватсапу списывается ты сегодня работаешь вида я про дачу люди завтра будут работать а мне все те же клиенты кроме вот этой вот скандал скандальной бабули я так но я думаю надеюсь думаю надеюсь что она не придет но все равно были сомнения знаете вот так что будем ждать следующую субботу потому что она могла бы подумать что сегодня типа выходной я не пришла будем надеяться что она вообще не придет когда больше и возьми как это подумать что мои слова были серьезны и намерения были тоже серьезно потому что не представляю если я увижу ее если еще у меня будут клиенты ну я просто скажу что я не смогу ее оприходовать мама это не в моей компетенции едешь себе едешь а тут вот по дороге тебе вот такой конь конь нам туда посадить хочу этот цветок вот сюда два моих декабрист которые чтобы они вот туда вот туда росли вот а этот даже не знаю куда он там вообще принялся не принялся что там с ним давайте посмотрим что-то непонятно а ну вот есть корни да есть ну значит я его посажу в какой-нибудь час горшок найду и посажу ну вот такой горшок посадила а эти сейчас сюда посажу от чучи вот это вот все травка это от чучи он овес не ест а это походу овес а в этом корме который я купил один овес блин и вот так видите какие хорошие корни так вот его посадим и тут видите какие корни хорошие размолчи ты разговорчивый какой декабрист он хорошо принимается поэтому его все и будет он туда вот красиво вот так ну я так у меня так думаю надо столик убрать а смотрите от дождя видите когда дождь был на этот не знаю чем живет не живет что с ним делать я не знаю фиалочка моя смотрите видите уже растут какие большие в общем этот фикус тоже какой-то непонятный видите какой дождь грязный был так что так вот сейчас пойду делать морковь по-корейски ветер и кажется что холодно смотрите какая красивая туча на фоне горы я ему пожрать насыпала и вот он знаете что делать меня прогоняет чтобы я свалила и он нормально поезд ухожу 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 извините не буду мешать на завтра хочу сделать морковку по-корейски что ты замерзла вот сейчас посолю ее добавлю уксус чтобы воду пустила муж сегодня готовил себе сам потому что я говорю вот кухня это будет такая же кухня как и твоя он говорит мясо жарь ты знаешь все в твоих руках все в твоих руках короче пожарил все уделал даже стены холодильник все короче него тут вот так наверное танцевала плясала плита сейчас все отмывала как только начинаешь что-то делать начинается то одно то другое то пятое то десятое то одиннадцатая то двенадцатая что я там хотела морковка бараночка так ее надо вот так поджмякать чтобы сок дала я не люблю морковку когда она знаете в соку плавает поэтому я стараюсь чтобы сок весь стек лук и сейчас пожарю селёдочку пожарю селёдочку лук говорю мужу сегодня купи лук так я ему еще и полтора евро дала говорит у меня нету мелочи купил две луковицы я говорю это полтора евро не стоит сейчас весь вечер хожу говорю отдай сдачу отдай сдачу ой прикол нашего городка а как иначе а вы готовитесь уже к пасхе расскажите конечно готовьтесь она уже завтра у меня уже все готово ничего не делала но все готово представляете так вот я умею ладно буду делать морковчу не знаю люди как-то ее покупают зачем покупать когда ее самой сделать как говорится два пальца это самое что ее там делать то господи а лук я никогда не добавляю кстати в этом в морковку я только масло от лука и забацаю омлет луковый тортия до сего я называется в испании у меня крылышки на завтра есть точно ты мне крылышки приставил все на ходу сочиняем сейчас поплачу немножечко так что отключаюсь морковча готова с грибочками смотрите какая у меня красота вот такая вот я к пасхе готова замечательно попробуем завтра на вкус как она у меня приготовление к пасхе заняло 2 секунды залить яйца кипятком и все благодаря вот такой вот кудеснице такая красота приготовила себе ужин три кусочек арбуза кстати читаю ваши комментарии большое вам спасибо за то что вам понравилась прическа Татьяны вот главное чтобы ей очень понравилось а ей нравится кстати признаете я ее стригу я даже не спрашивала в первый раз как она хочет посмотреть все просто ее подстригла на свое усмотрение и все и так у нас все и пошло так что мне очень приятно спасибо огромное так салатик чтобы он настаивался на завтра косточки выбросила сейчас косточки в мусорку а две вчерашние от мяса лежали завернуты в фольгу спрашиваю а зачем ты в фольгу завернул он говорит а там у меня собаки есть где работаю вот не брошенные но он говорит что кости то выбрасывать полезла опять в мусорку вытаскиваете эти косточки вот положила в пакет сейчас вот в холодильник сложила такая опс сегодняшние одни то лежат те выбросила а эти гляжу думаю что они лежат завернутые спросила потом говорю о да он говорит да и сегодняшние тоже и я такая в мусорку раз обратно ой блин и смех и грех чайку наверное еще мне надо заварить какая же красота правда ой блин сейчас все мальдыкнется завтра будем как это как это называется то разговляться правда я не постилась я первую неделю только постилась вот ну ничего страшного как говорится сколько смотрю священников и все такое главное как бы в душе быть чисто чисто и поститься а не там что то там еда диета все это второстепенное вот я так думаю не буду вас пока с праздником поздравлять потому что сегодня как бы не совсем праздник вот я вас завтра поздравлю но все равно хорошо вам отметить этот праздник знаете я пасху люблю больше всего на свете больше всех всяких праздников больше нового года не знаю наверное это с детства все повелось потому что мы день рождения в детстве особо не отмечались точнее я по-моему один раз в жизни всего отмечала в детстве день рождения вот как-то у нас не было такого вот или ну и не привыкли мы день рождения вообще это мой самый мой нелюбимый праздник это день рождения кто меня давно смотрит это знает вот новый год как-то новый год не знаю а вот пасха это такое светлое это какое-то такое вот Вот у меня всегда такое предчувствие какое-то, знаете, ну, как, наверное, бабушка нас воспитала, так и получилось. Поэтому я очень люблю этот праздник, обожаю, вот, поэтому всегда такое какое-то настроение возвышенное. Ну, не знаю, напишите в комментариях, если у вас так же. Вот, ну, мне вот это мой самый любимый праздник. Так что завтра постараемся его как-нибудь отметить по-собинному. Ну, а если не получится, ну, ничего страшного. Ну, 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 это из тиктока, кто знает. А что я с вами болтаю, а вот чайник у меня уже вскипел. А какой мне чай попить? Тут у меня черный был. Ну, черный уже на ночь пить нет, я потом не усну. Пить валерьяночки тяплю. Ладно, друзья, всего вам самого наилучшего, хорошо отметить этот праздник и встретимся с вами завтра. Всем пока-пока!